Здравствуйте, дорогие мои. Сейчас мы немножко еще подождем, пока все подключатся, у нас прямой эфир, и потом начнем общаться. Поглядим друг на друга. Я сейчас в Ильской нахожусь. У меня тут дом. Отдыхают, поездок. Так сказать, решил немножко с вами пообщаться. Все, будем начинать. Тогда первый вопрос. Что делать, если женщина в семье является мужиком, тянет все на себе, и ребенка, и работу, и дом? А муж занимается только своим хобби, устала, нет сил. Прошу вас, помогите. Вот смотрите, как бы, все зависит от того, как работает чувство собственного достоинства. Если, допустим, его чувство собственного достоинства сильнее вашего, А это означает, что вы его любите, вы мужа любите, а он отдает свою любовь. То есть, когда человек отдает любовь, он начинает гордиться собой. Ну, меня любит, я крутой, поэтому я могу делать, что хочу. В этом случае, как происходит, человек, который любит, он унижен, А тот, который отдает любовь, он начинает гордиться собой. И это вопрос взаимодействия чувств собственного достоинства. То есть, если вы чувствуете, что вы не можете никак повлиять на своего мужа, Потому что он перед вами гордится собой, он как бы чувствует себя сильнее, увереннее в отношениях с вами, То, естественно, он начинает, ну, как бы, наглеть. Ну, это как бы у всех так в природе заложено, что человек, если ему позволяют, То он начинает расслабляться и жить как хочет, делать, что хочет. Поэтому, если вы включаетесь в молитву, в работу над собой, Если начинаете, как бы, набираться силу природы, у добрых людей, там, у подружек, Ну, то есть, вам надо понять, что чувство собственного достоинства, Оно, или питается унижением, то есть, когда вы думаете о муже, Что он вас унижает вот таким поведением, То вы унижаетесь. А если вы отключаетесь от мужа, как бы, И просто начинаете испытывать счастье в отношениях с подружками, Ходить в храм, ну, то есть, чувствуете себя достойно, Что вы не зависите от того, как муж себя ведет. Он хочет, там, балдеет, хочет, работает. Вы, как бы, спокойно это чувствуете себя в любом случае. И так, и так. В этом случае, когда вы становитесь достойной, Вы тогда уже можете на него влиять психически. То есть, вы можете ставить ему условия. И он будет подчиняться этим условиям. Потому что, все зависит от того, какая расстановка сил. То есть, если у вас достойная, сильная позиция, То тогда гордый человек, он не может уже вас угнетать. Он попробует несколько раз, вы там к маме уедете, поживете отдельно от него. И он поймет, что у него нет выхода. Ему надо сотрудничать. Не гордиться собой, а сотрудничать. И вы ему тогда начинаете ставить условия. Это называется воспитание. То есть, есть две медали любви. Вот вы только одну задействуете. Вы служите близкому человеку, не жалея силы. Это одна сторона любви. Она вызывает у человека гордость. Вот если мне служит кто-то, не жалея силы, Я начинаю гордиться собой. Вторая сторона любви, это воспитание. То есть, человека надо воспитывать. Если вы близкого человека не можете воспитать, Значит, вы перед ним унижены. Вам надо просто прийти в себя сначала. Не им заниматься, а собой. То есть, стать сильной. Найти счастье не в муже, а в боге, в подружках, в добрых людях. И потом, с помощью этой энергии, счастья, Начать воспитывать близкого человека. Если он не поддается воспитанию, он наглеет, Тогда надо жить отдельно. И ставить ему условия. Как женщине помогать мужчине добиваться успеха? Вы можете повторять. Я рад еще раз вас поблагодарить за то, что вы с нами. Доброго вам времени суток, утро, вечера, дня. И сейчас мы с вами начнем уже беседу. Очень хорошо, что вы с нами. Хочу сказать, что, чтобы быть короче, Вот у нас есть книга «Сила характера. Ваш успех». Там, в этой книге, есть ответы на практически все вопросы, Потому что она по лекциям сделана. То есть, здесь много ответов. Прямо сама книга идет ответ на вопрос. В таком формате. Женщина и мужчина отличаются вот чем друг от друга. Надо просто это понять, И сразу станет понятно, чем помочь. Женщина рождена для счастья. Она рождена для наслаждения. И если мужчина устраивает ей так жизнь, Чтобы она счастлива была, Сразу же это помогает ему. Потому что он не может из себя вырабатывать энергию счастья. Энергия счастья идет от жены. Если жена в хорошем настроении, она счастлива. Мужчина автоматически расслабляется. Ему хорошо. Он тоже счастлив. Это первое. Мужчина рожден для победы. Для того, чтобы достигать чего-то. Он для достижения рожден, мужчина. И мужчина состоит из действующей энергии, А женщина состоит из благословляющей энергии. Ну, то есть, внутри каждого человека заложена какая-то сила. И женщина – это благословляющая энергия. Поэтому женщины всегда переживают за своих детей. Они всегда живут счастьем своих близких. То есть, жена всегда больше думает о том, Что у кого-то что-то не получается. То есть, когда человек включается в эти мысли, Это уже передает энергию. И человек таким образом благословляет близких людей. Просто надо понять, как правильно включаться. Допустим, если женщина переживает за своего ребенка, В это время она ему не помогает. Она, наоборот, от него оттягивает силы. Если вы чувствуете, допустим, что ваш ребенок болен, А у вас все спокойно на сердце, Значит, это у вас внутренней энергии хватает, Для того, чтобы ему помочь. И не надо беспокоиться. Он сам вылечится. Но если вы начали переживать, То в это время надо просто включить молитву, Те, кто молится, и молиться вместе с ними. Слушая тех, кто молится, Чтобы была сильнее молитва, Совместная молитва сильнее. И при этом сказать в сердце, Это для моего ребенка. Все. То же самое и при помощи вашему мужу. Если вы любите, уважаете своего мужа, Это уже значит, Все самое хорошее в вашем сердце идет к нему. Если вы недостатки его считаете самым главным, Ну, то есть вы больше видите в нем недостатки, И меньше видите что-то положительное, То значит, вы его не благословляете. Это значит, что он не будет нормально деньги зарабатывать, Не будет успешным в жизни, Потому что вы у него, наоборот, отнимаете силу. То есть женщина может быть благословляющей силой, И наоборот, проклинающей силой для мужа. Поэтому нужно стараться видеть в муже хорошее, Прощать ему плохое. И если вы переживаете за него, Начинайте молиться. Не надо ждать, когда переживания станут сильными. Просто чувствуйте переживание, Начинайте сразу молить. Все. Вот так можно помочь мужу. Если у вас сильная позиция по отношению к нему, Вы верите. Верить означает, что ваша энергия уже связана с Богом. То есть если вы верите, что у него все будет хорошо, Так оно и будет. Потому что так устроена энергия, энергетика женщины. Как перестать быть раздраженной и не нервничать? Надо понять, что человек раздражен из-за влияния судьбы. Ну то есть, не надо воспринимать раздраженность, Как некое такое непонятное самовнушение. Понимаете? Никогда в этом мире не бывает так, Чтобы мы выходили из равновесия просто так. Всегда есть какая-то сила, Которая выводит нас из равновесия. То есть, если вы хотите быть спокойной, Значит, вы должны быть сильнее этой силы. Есть только четыре способа, Реально, которые действуют для того, Чтобы быть сильнее какой-то силы. Первый способ – это молитва. Причем надо понимать, Что когда ты молишься один, То это очень сложно преодолеть эту силу, Потому что все зависит от того, От того, куда погружена твоя память. Если твоя память погружена в беспокойство Во время молитвы, То молитва на беспокойство не влияет. Скорее наоборот, Беспокойство будет влиять на молитву. То есть, если вы можете помнить о Боге, О своем наставнике во время молитвы, Несмотря на беспокойство, Вам никто не нужен. Но если вы не можете, Такое сильное беспокойство, Что оно вас одолело, Тогда надо включать совместную молитву. То есть, или идти в храм молиться, Вместе с теми, кто молится. Ну то есть, нужно попасть в атмосферу, такую атмосферу сильную, чтобы ваша память переключилась с беспокойств на молитву. И тогда вы сможете убрать беспокойство. Второй способ побеждать судьбу – это длительное непрерывное движение. Оно увеличивает в человеке волевой импульс. То есть, если, допустим, человек не может рано вставать, бросить вредную привычку, или не может что-то себя заставить сделать, то при вот этом раскладе, что человек постоянно прилагает такие к себе усилия, что он длительно движется, или ходит, или бегает, длительно, долго, непрерывно, в спокойном состоянии, таком радостном, то у него развивается волевой импульс, и он может себя заставить уже другие вещи делать. Если человек хочет перетерпеть что-то, чтобы он привык к чему-то, или принял что-то, тогда неподвижное положение тела является такой аскезой, вместе с молитвой хорошо тоже сочетать. Кстати, длительное движение хорошо сочетается с слушанием лекций. А неподвижное положение тела с молитвой. То неподвижное положение тела развивает в человеке такое терпение или принятие. И если человек чувствует, что он не может разобраться в чем-то в жизни, у него как бы спутанность такая, сознание, то тогда нужно поститься на воде. Пост на воде, он очищает человек, как будто становится таким просветленным. Вот эти четыре типа аскезы побеждают влияние времени или судьбы, и надо ими пользоваться для того, чтобы себя приводить в порядок. Есть также, это как бы свои способы, а есть еще энергии стихий. Они тоже сочетаются с этими способами. Например, пост, а статические упражнения заменяет вода. Когда человек в воде находится, он принимает судьбу. Дальше, когда человек соприкасается с солнцем, то это заменяет бег. То есть волевые силы, способность побеждать, солнце дает. И когда человек соприкасается с воздухом, то у него происходит очищение в организме. У воздуха обладает очищающей силой, протлезляет мозги, свежий воздух. Поэтому люди, чтобы понять что-то, подумать, они выходят на свежий воздух. Ну, то есть это называется искусственное очищение. Есть своими силами, а есть с помощью энергии природы. Естественно, энергия природы слабее очищает, чем свои собственные силы. Опишите успешного человека в благости, женщину и мужчину. Успешный человек в благости, мужчина, он живет по режиму дня. Он все планирует в своей жизни. У него обязательно есть способы наполнения. Потому что в чем заключается 50% неуспеха? Это 50% неуспеха, это, как вам сказать, истощение. То есть большинство людей, они не умеют восполнять свои силы в этом мире. Ну, то есть они просто расходуются. То есть они постоянно расходуются друг на друга в семье, в доме. Они на работе тоже расходуются. У них нет энергии, то есть они не могут пополняться. Если человек взаимодействует с природой, с добрыми людьми, с Богом постоянно, он с помощью аскезы набирает свои силы. То есть он успешный означает бодрый. То есть означает, что человек выглядит хорошо, у него есть силы жить. Он соблюдает режим дня, означает не так много энергии тратит. Например, если человек поел ночью, то у него вся энергия ушла на пищеварение, он разбитым встает. То есть он пушает как надо, живет как надо, и у него много сил, энергии. Это один момент. Второй момент – это чувство собственного достоинства. Успешный человек, он не суетится в жизни. То есть суета означает жизнь для будущего. Человек все время думает, что в будущем будет счастье. А сейчас надо пахать на будущее. Он не в депресснике находится. То есть он не живет в прошлом. Типа моя жизнь уже закончилась, все самое хорошее было позади. Он не унижен, этот человек. То есть его никто не угнетает. И не гордится собой. То есть он счастлив тем, что Бог дал, он принимает судьбу. Успешный человек всегда принимает судьбу. То есть некоторые думают успешно, означает везунчик, означает, что ему в жизни везет. Но у нас так судьба устроена, что иногда у нас будет хороший период, а иногда плохой. И успешный человек в хороший период не сильно радуется этому. Он просто эффективно использует себя, чувствуя, что у него хороший период. Надо больше вкладываться в развитие. Если у него плохой период, все встало, то он больше вкладывается в духовное развитие. То есть он не пытается там займы делать, больше денег, на пять работ брать. А он просто молится, развивает себя. Если работы нет, значит он просто вкладывается в внутреннее развитие и побеждает плохой период таким образом. То есть таким образом успешный человек, он имеет хорошее чувство собственно достоинства, правильно стоит он, чувствует себя достойным. Он здоровый человек, наполненный, отдохнувший. Успешный мужчина это волевой мужчина, потому что жизнь мужчины предназначена для побед над судьбой. А жизнь женщины предназначена для счастья. Поэтому успешная женщина это женщина, которая сама старается быть счастливой и заботится, служит всем, делает счастливыми всех вокруг себя. То есть она как цветок, который благоухает. То есть она постоянно излучает этот аромат счастья. Успешная женщина это социальная женщина. Она очень общительна, она очень склонна служить всем, заботиться обо всех. Вообще успешный мужчина это деятельный мужчина. Это мужчина, который не отсиживается дома, а он постоянно какую-то миссию впряжен, что-то меняет в этом мире, делает. В целом любой успешный человек в благости это тот человек, который правильно питается. То есть если ты мясо ешь, это уже не сильно большая благость. Потому что элемент насилия присутствует в твоей жизни. Благость также означает не выпивать. Потому что если ты выпиваешь, то уже духи начинают на тебя влиять. То тоже не сильно много благости от этого. Благость означает не заниматься развратом. Потому что когда человек занимается развратом, он оскверняется через нижние центры другого человека. Как бы ему плохая карма приходит. Он в результате становится как проклятым, что-то равно что. Ну то есть благость означает также не влезать в грязные делишки какие-то, которые приводят человека к ослаблению его энергетики судьбы. То есть он становится, ну как бы это грязные какие-то деятельности, бандитизм там. Это все забирает свое благочестие на то, чтобы тебя в тюрьму не посадили. Для того, чтобы там скрыть какие-то проблемы. Ну то есть человек не расходуется на глупости зря. Ну таким образом благостный человек, это человек, который живет по священным писаниям. У него правильно встает чувство собственного достоинства. Он принимает судьбу и умеет восстанавливать себя. Мужчина и женщина. Вот у нас есть книжка «Азбука успехов». Там написано, как быть успешным женщине и мужчине. Но в целом я вам объяснил, успешная женщина, она любит людей, успешный мужчина, что-то для них полезное делает. Вкратце. Что делать, если разные взгляды на жизнь в семье? Я развитие, муж не хочет развиваться. Вы знаете, вот я никогда не видел, чтобы у женщины и у мужчины были одинаковые взгляды в семье. Что у женщины вообще вот совершенно другой мир в жизни. У мужчины свой мир, у женщины свой. Они должны просто сотрудничать. То есть они сотрудничают в воспитании детей, в поддержании бюджета, в том, как провести свое время в жизни. Ну то есть они сотрудничают просто в этом. А интересы абсолютно разные. У меня у жены интересы. Она любит танцы, преподает танцы, любит вокал, там альбом записывает. Вот, любит подружками общаться. Вот, вообще никак не пересекаюсь с ней в интересах. У меня совершенно другие интересы. То есть я как бы занимаюсь там проектами своими. Она своими делами. Вообще никаких пересечений нет в интересах. Мы только пересекаемся в том, что я о ней заботюсь, она обо мне заботится. Вот и все. А если, допустим, как бы у вас вы заинтересованы в одном, а в другом, это нормально. Вы просто поймите, что ваше недовольство заключается в том, что вы видите, что ваш близкий человек живет неправильно. И в этом вот вся ваша проблема. Вы не понимаете, что он олицетворяет вашу прошлую судьбу. Вам надо просто думать о том, как вам самой развиваться и жить правильно. И тогда, если вы, как только вы будете правильно жить, тогда муж будет правильно жить. Вот, например, если вы будете нацелены не на развитие, а на любовь к людям, тогда мужчина начнет нацелиться на развитие. Потому что вы станете такой влиятельной женщиной, что испугается, побоится вас потерять и начнет развиваться, как мужчина. Пытаться вас догнать. Потому что женщина сильная означает та, которая заботится обо всех, всех любит. У них много знакомых, подружек. Она очень счастливая в отношениях со всеми. И муж начинает беспокоиться, что она очень сильной стала, как женщина. И начинает думать, как ее удовлетворить. Она ему говорит, если ты не будешь развиваться, что мне с тобой жить? Это неинтересно. И он начнет развиваться. Развивайте себя. И тогда муж будет развиваться. Вот у меня есть книга «Жизнь любви» называется. Там вот эти все моменты прописаны. Вот там говорится о том, как развивать близкого человека и не беспокоиться ни о чем. Потому что вы просто не имеете знания. Человек всегда, когда он вкладывается в свое развитие, он получает развитие близкого человека точно так же. Как мужчине встретить девушку, если вы говорите не смотреть на девушек? Ну понятно, зачем на них смотреть? Это бесполезное занятие. Вот вы, допустим, на девушку смотрите, какой вы результат получаете? Вы получаете просто сниженную самооценку. Потому что, когда вы на девушек смотрите, они на вас смотреть не будут. Вот я, допустим, смотрю на какую-то девушку. Она сразу меня оценивает. Она думает, о, что это на меня? Кто это смотрит? Кто такой? Сильный мужчина или не сильный? И так далее. Понимаете? Надо, чтобы девушки смотрели на вас, если вы хотите жениться, а не вам смотреть на девушек. А чтобы девушки на вас смотрели, вам надо включиться во что? Начать спортом заниматься. Мужчина должен быть сильным, как личность. Начать, когда спортивная у вас будет сила, как бы сила воли будет, начать менять себя. Бредные привычки бросить. Начать работать над собой. Сразу, как будете работать над собой, успех на работе пойдет. Потому что вы станете заметным человеком. Понимаете, как только мужчина становится заметным человеком, сразу на него смотрят девушки. Вот точно так же, как у девушки внешняя красота есть, она должна выглядеть красиво. Все хотят красивую девушку замуж взять. Вот. Точно так же у мужчины вместо внешней красоты идет просто сила. Понимаете? То есть красивый мужчина означает влиятельный мужчина, способный на работе быть успешным, способным силу воли иметь, характер сильный. Вот это красивая красота мужчин. Как только мужчина становится красивым, сразу все девушки на него смотрят. Потому что все смотрят на красивых людей. Всем нравятся красивые люди. Поэтому, вот в тот момент, когда девушки на вас будут смотреть, а не вы на девушек, в этот момент вы и женитесь. Потому что вы будете выбирать уже, а не смотреть на них. Чего на них смотреть? Надо показать пальцем. Вот ты за меня замуж пойдешь. Если ты достойный мужчина, она за тебя пойдет замуж. Куда деваться? Вот и все. Вот. Если, ну, если вот так вот раскладывать. У меня был такой смешной случай. Один человек, как бы он так жил отреченной жизнью. И он мне сказал, сколько мне еще отреченной жизнью жить? Я ему сказал, вот в тот момент, когда ты развиваешься, как мужчина, станешь сильным, как мужчина. В этот момент твое отречение закончится. Он говорит, почему? Ну, потому что, я говорю, девушки не вытерпят, что сильный мужчина один. Им придется жениться. Они его просто сплавят своей энергией этой женской. Вот и все. Как найти наставника и стать хорошим руководителем? Наставнику надо идти. То есть, его искать бессмысленно. Надо пройти путь определенный. Сначала человек идет своим путем. Он работает над собой. Потом, работа над собой, его приводит к какой-то вере. Внутри этой веры он находит сначала людей, которые, как бы, ему рассказывают, как ему правильно жить в этой вере. Это старшие друзья называются. А потом, после этого они его приводят к наставнику. Вот такой путь. Ну, то есть, если у вас даже, допустим, веры нет, то как вы найдете наставника? Если вам приходит наставник, к которому тоже нет никакой веры, то это не наставник, а просто шарлатан. Ну, то есть, у наставника должна быть вера. То есть, его самого должны наставления давать. То есть, он должен прийти. То есть, это как, допустим, если профессор математики, он нигде математику не изучал, то маловероятно, что он вообще ее знает правильно. Вот примерно так. Что касается, как развивать свое дело, надо сначала себя развивать, потому что свое дело могут развивать только лидеры, понимаете? И поэтому вот в этой книге «Ваше дело» я в основном пишу не о том, как дело развивать, понимаете, а пишу о том, как вам себя развивать, потому что если вы лидером не станете, никто за вас, за вами не пойдет и никакого своего дела у вас не будет, понимаете? Станьте сильным человеком, получите свое дело сразу. Люди видят, что вы сильный человек, вы эксперт, у вас сила воли, у вас характер сильный, чувство собственного достоинства, вы можете в любой кабинет зайти легко, со всеми поговорить с кем надо, вы как бы чувствуете себя очень уверенно в жизни. Ну вот это означает иметь свое дело. Люди часто думают, что свое дело надо начинать с ипотеки. Вот займ взял, тогда свое дело можно открывать. Вы займ возьмете, вы не знаете, как это дело делать, у вас деньги все уйдут на эксперимент, понимаете? Вы наберете людей не тех, они вам на зарплаты вытянут все деньги и дело не разовьется. И так вы окажетесь в больших долгах просто вообще. Можете даже в тюрьму сесть за эти долги или еще потерять квартиру. Поэтому лучше не начинайте свое дело, пока вы не разовьетесь просто как личность и не почувствуете, а когда вы разовьетесь как личность, Бог сам вам даст ваше дело. Даже вам не надо его начинать, оно само начнется как замеждуделом, понимаете? Как если, допустим, есть лев, ему не надо сильно думать о том, где добыть пищу, понимаете? Он лев. То есть, пища сама будет пробегать мимо. Ну, достаточно просто пробежаться, чуть размяться и ее просто добыть и все. Ну, то есть, если вы сильный, то что вам беспокоиться? Ваше дело само подвернется вам по жизни, придет время. Что его начинать? Как одолеть лень? Лень отливается движением. Я же говорил, что вот человек начинает двигаться. Сначала ползать надо. Если вы вообще такой ленивый, что даже с кровати встать не можете, заставьте себя ползать по полу возле кровати, вокруг кровати. Поставьте ее посередине, ползайте ее по кругу. Вот потом, когда ползать начнете, сможете ходить. Когда будете ходить, сможете бегать. Ну, то есть, летать я не знаю, вряд ли у нас получится, крыльев нет. До следующего этапа, наверное. Ну, то есть, лень означает, что ты просто не понимаешь, что такое жизнь. Жизнь это движение. Ну, то есть, человек, если хочет жить долго, он должен двигаться. Если он не двигается, он не будет жить долго. И в Орведе есть такой признак, как бы, вот если человек не хочет уже вставать, он все время сидит или лежит, не хочет никуда идти, то это значит, что он скоро помрет. Понимаете, это называется лень. Лень означает нежелание жить. Ну, то есть, если вы хотите жить, двигайтесь. Двигаться начнете, сила воли появится, сила воли появится, начнете что-то делать. И так постепенно вы себя растормозите. Женщинам лучше двигаться под музыку, то есть, женщина живет для красоты, для любви. Движение в любви тоже хорошо. Есть танцы, есть разные аэробики, там и так далее. Женщины должны этим заниматься, мужчины должны просто силу воли вырабатывать движение. Но, если вы не начнете двигаться, лень вы победить не сможете. Как бороться с хвастовством? Знаете, хвастовство, это означает, что человек, он, ну, не сильно реализованный. То есть, он сильно удивлен, что у него это получилось. Что значит хвастовство? Человеку что-то получилось, он говорит, блин, у меня получилось. И всем рассказывает об этом. Это значит, что у него мало чего в жизни получается. Понимаете? Вот когда у человека много чего получается в жизни, то он вообще не понимает, зачем хвалиться. Это для него просто лишняя проблема. Вот я приведу вам на своей жизни примеры. У меня когда лекции начал читать, у меня, когда люди пошли, мне так это было удивительно. Я постоянно всем своим друзьям рассказывал. У меня столько-то людей пришло на лекцию. Вот, сейчас прошло 30 лет, и как бы, я никому ничего не рассказываю. Потому что я не понимаю, зачем это надо. Это просто смешно. Просто мне вот рассказывать, сколько у меня людей на лекции ходят, это просто смешно. Понимаете? Ну, даже неприятно. Зачем это нужно делать? То есть, я не понимаю. Или там всем рассказывают, что я, допустим, закаливаюсь. Вот когда я бегать начал, я всем рассказывал, что я бегать начал. Сам удивился, видно. А сейчас, как бы, я никому не рассказываю, потому что это привычно. Это привычно и смешно, как бы. Ну, что говорить об этом? Нет смысла. Вот, понимаете? То есть, хвостовство означает, что ты удивился сам себе. Ну, больше делай каких-то мощных дел в жизни. И это желание хвалиться просто само пройдет. Потому что, ну, что хвалиться? Надо просто делать добрые дела, и все. А хвалиться, это зря тратить силы и время. Можно ли общаться с теми, кто жалуется на жизнь? Да, можно тоже сесть вместе с ними и тоже пожаловаться на жизнь. Я не знаю только, как вы с ними собираетесь общаться. Ну, то есть, вот смотрите, он, допустим, жалуется. Для меня общаться означает что-то полезное делать. Ну, допустим, мы сели с кем-то и о чем-то полезном поговорили. Вот это для меня общение. Теперь ко мне пришел, допустим, человек и начал жаловаться на жизнь. Вот как я могу с ним общаться? То есть, второй, один только вариант. Я тоже должен ему или говорить, да, да, все плохи, ты хороший, все плохо, давай выпьем. То есть, один вариант, как бы, я тоже вместе с ним жалуюсь на его жизнь. И второй вариант, я начинаю жаловаться на свою жизнь вместе с ним. Ну, то есть, как еще с ним общаться, я не знаю просто. Ну, то есть, если, ну, как бы, человек жалуется на жизнь, я ему говорю, слушай, давай о чем-то нормально поговорим, толковым, или у меня много дел. Я бы так ему сказал, потому что, ну, это правда. Ну, как бы, вот у меня, допустим, какие-то проблемы, что мне на них жаловаться, мне их надо решать. Вот, допустим, у меня какая-то проблема. Допустим, у меня вылез геморрой, допустим. Ну, допустим, у меня не вылазит, ну, просто, допустим, у меня вылез геморрой. Чего мне жаловаться на геморрой? То есть мне надо его лечить. И вот я сижу, жалуюсь, я просто время зря трачу. Если у меня геморрой вылез, и время свободное, надо идти просто лечить. Все, вот это надо делать. Если у тебя есть какая-то проблема, я решаю ее прямо сейчас. Чего жаловаться? Это будет правильный способ жить. А если ты жалуешься, значит, ты себя гасишь, людей вокруг гасишь. Это неправильное мышление просто. Можно ли бегать, если болит позвоночник? Позвоночник настолько болит, что уже начали болеть ноги, шеи и руки. Вы знаете, я бы вам посоветовал не это сейчас делать. То есть я бы вам посоветовал садиться просто на что-то теплое и нагибаться вперед. И вот в таком согнутом состоянии минут до 20-30 минут доводить себя. То есть, ну просто надо растягивать позвоночник. Есть еще такие методы растяжки в воде. Иногда врачи тоже. То же самое. Вода расслабляет человека. Человека просто в воде растягивают. И у него постепенно расслабляется позвоночник. Запомните, боль в позвоночнике всегда означает спазмы мышц. Всегда только одну вещь. Можно массаж, допустим, делать, чтобы их расслабить. Можно в воде растяжки делать. Можно с помощью йоги вот тянуть. Я когда, допустим, налетаюсь на самолетах, у меня тоже тяжесть в позвоночнике появляется. Я просто делаю йогу, сажусь, нагибаюсь, минут 40 в согнутом состоянии нахожусь, у меня спина перестает тяжесть испытывать. В баню тоже я хожу, в бане хорошо. Горячая, холодная, горячая, холодная. И расслабляется спина. Ну, как бы, а потом, когда она расслабилась, надо вообще всегда сочетать статику с динамикой. Вот статические упражнения делайте динамические. Надо начинать с ходьбы всегда. Не надо начинать сразу с бега. Ну, то есть, если вы ходите, допустим, долго, можете ходить быстрым шагом. И у вас, в тот момент, когда вы прошлись, и у вас тепло в пояснице расслабило вас, это значит, что вы ходите достаточно, чтобы снимать напряжение. Потому что короткие дистанции и при ходьбе, и при беге, они только напрягают человека. А чем дольше человек движется, тем больше расслабления наступает. Поэтому доведите себя до длительного движения, до расслабления, когда вы ходите, а потом начните бегать уже, чтобы у вас тело было более-менее адаптировано к движениям. Но если люди начинают бегать сразу, и особенно быстро, то это может привести к проблемам. Как правильно воспитывать сына? Ну, вот, допустим, представьте, у вас есть начальник, и он вас воспитывает. Допустим, он сел, допустим, начинает вам рассказывать, как управлять людьми. Вот, воспитывает вас постоянно. Вы будете реагировать на это? Вот, допустим, представьте второй вариант. Начальник приходит к вам и начинает правильно себя с вами вести, так, чтобы вы его уважали. Вот он просто в действиях, в поступках ведет себя правильно. Это называется воспитание сына. Ну, то есть, поймите, что сын... Вот, есть определенные стадии воспитания. Допустим, сначала родители естественным образом у ребенка должны вызвать уважение. Вот если ребенок вас уважает, как человека, а вот любой человек может уважать или не может. Вот, допустим, у меня были случаи, что собака уважает. То есть, меня собака одна уважала. Она меня видит сразу так, раз, и садится, смотрит на меня с уважением. Ну, то есть, если даже собака может начать уважать, то ребенок, он же выше собаки, может начать уважать. Вы просто ведите себя правильно в семье. То есть, не ругайтесь там, не выпивайте. Ведите себя правильно. Вот. Начните делать так, чтобы вас уважали. Если вас будут уважать, вот, вот, живите, вот, для мужчины, вот, выполняет свое предназначение, означает стать уважаемым человеком. Вот. Начните вести себя так, чтобы вас уважали. Ваш ребенок сначала начнет уважать вас. Если он вас начнет уважать, КПД ваших отношений очень сильно возрастет, потому что ребенок, кого уважает, того и перенимает. Сейчас часто дети уважают там и эти всякие властелинов колец, там всяких терминаторов, там, аватаров, понимаете. То есть, они уважают просто каких-то героев, которые никогда в жизни никак тебя не провели, потому что в жизни уважать некого. Им надо где-то кого-то найти, там, непонятно где, и уважать. Понимаете. А если вот вы реальный человек, который вас можно уважать, то ваш ребенок сразу вас начнет копировать. Просто в Америке провели такой эксперимент с куклами. Они, куклы, говорили одно, делали одно, говорили другое. И дети потом перенимали то, что куклы делали, а не то, что говорили, понимаете. Поэтому можно говорить все, что угодно перед ребенком. Он будет все равно ваше поведение перенимать. Вот, допустим, вы ребенку говорите, материться нельзя, допустим. И дома не материтесь, но на работе материтесь. Ваш ребенок, вот вопреки вашим ожиданиям, он дома тоже не будет материться, он будет материться на улице. Точно так же, как вы на работе, понимаете. То есть, он переймет ваше поведение просто. И как это происходит, это мистика. Ну, то есть, если вы ведете себя правильно, ребенок начинает уважать, копировать ваше поведение, уже 50% воспитания сделано. А потом, когда он вас уважает, и следующий этап ваших отношений, это называется слушать. То есть, он реально вас начинает прислушиваться к вам, а потом он начинает вас слушаться. То есть, это означает, что у него уже разум включается в отношениях с вами. Слушаться означает деятельность разума. Когда вы до этой стадии дойдете, вам просто надо пару слов ребенку сказать, вот, сынок, вот так вот надо делать, а вот так не надо. И он на всю жизнь это запомнит, потому что он вас уважает. Все. Больше вы никак не сможете воспитывать своего ребенка, долбить ему в лоб там, что-то темяшить ему там, в угол его ставить. Это все бесполезно, это вызывает просто у детей протест. И потом они мстить начинают после 13 лет. Вот тем родителям, которые их угнетали, они начинают их сами угнетать. Вот и все воспитание. Понимаете, воспитание означает правильное поведение. Макаренко этому учил, Сухомлинский. То есть это классика, знаете, вот, почитайте просто педагогов. Они вам расскажут, как сделать так, чтобы дети были воспитаны. Есть Шалва Монашвили, тоже вот его лекции, гуманная педагогика. Он тоже говорит, не надо нажимать, давить на людей. Просто ведите себя правильно. Любите людей, ведите себя правильно, и они будут воспитаны. Переймут, переймут ваше поведение, скопируют вас. Мне 29 лет, хочу жениться. Как понять, что человек, с которым общаешься, тот самый человек. Сильной симпатии нет, есть ощущение, что с этим человеком можно создать семью. Ну, сейчас интересно, так вопросы задают. Мне 29 лет, хочу жениться. Ну, то есть, это значит, я предполагаю, что вы мужчина. Потому что сейчас же, как бы, у нас по-всякому, и с человеком. То есть вы, наверное, с девушкой, не с человеком, а с девушкой хотите создать семью. Ну, то есть, потому что, как бы, если, как бы, мне советуют... Мужчина хоть человека себе найти. Слово «человек» переводится «мужчина», тоже. Строго интервью. Ну, я так, я немножко шучу. Вообще, как бы, если вы мужчина, как я понял из вопроса, вам 29 лет, вы хотите найти себе девушку. Как определить, что девушка вам подходит, та, что надо? Давайте я вам просто вкратце скажу. Главные вещи какие-то, главные. Первое, что главное в девушке. Главное в девушке, это то, что у ней, вот на данный момент, нет никаких ухажеров. Понимаете? Потому что, если у нее есть уже ухажеры, и она еще вас выбирает третьим, то замуж брать такую девушку я бы вам не советовал, потому что она просто нестабильный человек. То есть, если она, ну, понимаете, то есть, если девушка нормальная, она одного человека как бы с одним познакомилась, с одним разобралась, потом следующим пытается знакомиться. Если она с этим познакомилась и разбирается, то она больше ни с кем не знакомится. То есть, самое главное в человеке, это верность, это главный признак, понимаете, празднуют, главный признак верность и чистота. То есть, девушка не должна быть развратной, не надо знакомиться с девушкой в ресторане, в каком-то баре, там, на дискотеке, там, где вот приходят потусоваться, потусить и как бы, и потом сексом позаниматься в конечном счете. Ну, то есть, надо порядочность, порядочных местах знакомиться, там, в храмах, на фестивале благости у нас можно познакомиться хорошо, приезжают только порядочные люди, вот, 16, 18 сентября начинается, по 1 октября начинается фестиваль благости, вот там приезжает тысяча человек обычно. И у нас куча потом создается семей, после этого много молодежи приезжают знакомиться и хорошие семьи получаются, потому что благостные люди хотят развиваться. Вот хорошее место для знакомства. Реклама фестиваля благости. Еще две вещи, которые надо в женщине знать. Первая вещь. У женщины есть характер, который она изменить не может, поэтому узнайте ее характер. Для того, чтобы узнать у женщины характер, надо с ней дружить просто полгода. Характер вскрывается в трудностях, то есть, она когда начнет капризничать, требовать что-то свое, вы просто посмотрите, вы потянете ее характер или нет. Потому что у всех женщин характер очень сильный, у всех до одной. То есть, если вы удивились, что у нее такой сильный характер, так сильно она капризничает, у нее настроение портится сильно, то удивляться не надо, это у всех женщин одинаково. Вот вы просто поймите, вы тянете это или нет, вы как бы совместимы. Иногда женщина обижается, а мужчине нормально, он чувствует себя комфортно при этом. То значит нормально. Это первое, что у женщины точно может вас скосить, это ее характер. И второе, у женщины кроме характера есть еще то, что приносит ей счастье, ее как бы слабости, женские слабости. Вот допустим, если ее женские слабости вам по карману, то тогда, значит, можете брать замуж. Ну то есть, ну вот как бы еще опять раз вас на жизнь любви пытаюсь склонить, чтобы почитали эту книжку. Там об этом все написано. Ну то есть, смотрите, что знать женские слабости. Некоторые женщины любят дорогие украшения. И они никогда не разлюбят, они всегда всю жизнь будут это любить. Вот что женщина любит, то и останется. Какой характер у нее был, такой останется. Если женщина любит просто одна посидеть дома, иногда отдохнуть, это бесплатно. На это много денег не надо. Если нужна большая квартира, придется всю жизнь на это работать. Если нужны дорогие украшения, придется всю жизнь работать. Если ей надо всегда каждые полгода ездить в какие-то курорты отдыхать, и она без этого не может жить, тогда тоже вам придется упахаться. В общем, берите девушку, ищите, чтобы она была вам по карману, и чтобы характер ее для вас подходил. Еще следующие признаки. Если девушка склонна к правильной жизни, то есть она интересуется духовным, это тоже хороший признак. Тоже хороший признак. Но вам тоже надо при этом таким же быть. Еще не забудьте у нее спросить, хочет ли она детей. Потому что, ну правильно для женщины хотеть детей. Если она не хочет детей, то это опасно. Ну то есть можно замуж взять, а она потом всю жизнь будет не хотеть детей, и вы останетесь без детей просто. Ну вот это основные моменты, и также надо наблюдать, следить за ней, когда общаетесь, чтобы не вскрывались какие-то проблемные стороны. Главные две проблемные стороны у женщин это болезненность. Женщины бывают очень сильно болезненные, и тогда всю жизнь придется ее лечить. И вторая проблемная сторона это депрессия. Ну то есть если она там на неделю как бы пропала из общения, и говорит, я не могла общаться, у меня была депрессия, то значит она будет и в семейной жизни выпадать на неделю. Ну вот примерно такие как бы критерии. А все остальное это ваш вкус. Как девушке побороть замкнутость и молчаливость? Девушке не надо побаровать замкнутость и молчаливость, потому что это ее характер. Вот какой у девушки характер, это и хорошо. Надо просто находить себе подружек замкнутых и молчаливых, просто садиться и молчать вместе. Или просто включиться, если вы замкнутая и молчаливая, ну надо все равно что-то делать, понимаете. Если девушка вот просто сидит как растение, она замкнутая и молчаливая, то тогда она никогда замуж не выйдет, понимаете. То есть никогда не будет успешной в жизни. Хоть ты замкнутая, хоть молчаливая, тебе все равно надо кому-то служить. Женщина должна заботиться о ком-то, иначе она не развивается. Поэтому можете служить молчаливо, служить замкнуто, допустим. Делайте какие-то добрые дела, идите в храм. Вот в храмах много девушек замкнутых, молчаливых. Моют полы, служат всем, обо всех заботятся, свечки подают. И они выходят замуж, живут счастливой жизнью, потому что застенчивость для женщины такая, как бы, это нормально, в этом нет проблем. Главное, чтобы правильная направленность была. Если женщина как растение живет, целый день дома сидит, ничего для кого делать не хочет и молчит, то это просто неразвитость означает. А сама по себе молчаливая природа, ну, нормально. Некоторым мужьям нравится молчаливая женщина. Вот у меня, например, я наговорюсь на лекциях так, что приезжаю домой, у меня жена молчаливая. Она не любит компаний больших. И мне нравится, и мне хорошо, и мне спокойно дома. Потому что, как бы, если бы я домой приезжал еще дома, там в атаках бегала, тогда с ума сошел вообще. Поэтому молчаливая женщина, это тоже нормально, проблем нет. Вообще, знаете, у нас сейчас проект такой запускается, «Женитьба благости» называется. Вот, следите за новостями. Скоро этот проект, может, где-то через 3-4-5 месяцев он запустится, и у вас будет у всех возможность найти себе и девушку благостную, и парня. А мы будем гарантами для вас, что это будут именно благостные люди. У нас там очень мощная система отбора. Здравствуйте. У меня муж игроман, зависимый человек. Проигрывает очень много денег. В моих долгах. Я тяну семью. Что делать? Уже отвечал на этот вопрос. Вы униженный человек. Надо стать достойной сначала женщиной. Потому что, вот смотрите, если муж свои деньги проигрывает, то значит вы на свои его кормите. Вам надо просто перестать его на свои кормить, понимаете? То есть в любом случае, когда такая ситуация, обычно люди живут отдельно. То есть если опасность для вашей семьи вот такая, что вы можете потерять деньги, даже квартиру, допустим, тогда нужно изолировать себя от этого человека и ставить ему условия для совместной жизни. Понимаете? Если вы не можете этого делать, значит, что вы унижены просто. Вам надо заняться собой. Еще один совет такой. Вот точно так же, как солнце встает, когда тени все исчезают. Ну, допустим, солнце живет вместе с землей, да? И на земле ночь. То есть ночь означает невежество, плохое время. Надо просто взойти, понимаете? То есть когда солнце восходит, на земле наступает день. Ну, то есть каждый человек сам с собой освещает близкого человека. Вот если вы начинаете жить правильно, то ваш близкий человек постепенно тоже начнет жить правильно. Поэтому начните молитву, начните поклоняться Богу, освященную пищу готовить, кормить мужа освященной пищей. Это тоже выход. А очищение его сознания приведет к отрезвению. Он поймет, как правильно жить. Но без внутренней силы, без чувства собственного достоинства все равно невозможно. Поэтому, как только вы начнете уметь воспитывать своего мужа, означает стать сильной, достаточно сильной для того, чтобы воспитывать. Так только с этого момента и он начнет меняться. Понимаете? То есть, а то, что он игроман, это означает две вещи. Первое, что у вас по судьбе это положено. Вы где-то в прошлом жизни были вот таким же человеком. И второе, это неправильное развитие, самосовершенствование. То есть, у вас не хватает силы воспитывать этого человека. Нам, наверное, надо свет включить, я могу подержать. Техническая пауза. Все, вот я ответил на это. Вопрос от мужчины. После 8,5 лет работы на одном месте, хочу уйти в другую сферу деятельности. По зарплате могу проиграть, но хочется сменить деятельность. Подскажите, как быть в должности руководящей? Никак не подскажу, потому что очень-очень опасный вопрос. Что за деятельность была? Что за деятельность вы хотите приобрести? Что за человек? Это очень личностный вопрос, потому что иногда по судьбе хорошо сменить деятельность и развиваться, а иногда плохо. Я могу вам подсказать, как чувствует человек себя, который меняет что-то на что-то, и у него все получается. Вот смотрите, если вы сильно хотите куда-то уйти, вас прямо тянет туда, у вас жажда, внутреннее такое чувство, надо быстрее, то это плохая судьба, означает, что вы там потеряете. Если вы где-то работаете, вы устаете, вам тяжело, чувствуете, нет перспективы, у вас появляется какое-то другое место. Вас туда не сильно тянет, все как-то спокойно. Но там хорошие люди, и как бы и деятельность сама по себе стабильная. Вот, и вам спокойно в сердце, вы можете вот спокойно за это закрытие туда перейти. Тогда это благоприятная судьба, хорошая. Хорошая судьба означает, что все спокойно происходит, без всяких рывков. Но если вам здесь надоело, у вас нет сил, и вас зовут уже, а, быстрее сюда, давай, если не придешь прямо сейчас, у нас как бы место закроется это, то это очень плохая судьба. Понимаете, обычно, когда человеку плохо, и он не может уже на каком-то месте быть, надо переждать, переждать. Понимаете, просто подождать чуть-чуть. Вот в этих книжках, вот, ваше дело и мое предназначение, еще раз вам показываю, там все это есть, почитайте. И поймите вот такую вещь, что самый лучший способ решать эти вопросы, это молитва. Если вам в молитве вы увидите, что все будет спокойно и хорошо, тогда просто спокойно переходите, так и будет. Ну, понимаете, если ваше сердце не успокоилось, оно жаждет просить это, идти туда, то лучше остаться там, где вы находитесь, подождать, пока успокоится сердце. И только после того, как оно успокоится, принимать решение. Иначе будет только хуже. Как позволить себе быть собой и перестать бояться мнения окружающих? Ну, мнение окружающих всегда влияет на человека, то есть, невозможно от него избавиться, то есть, оно всегда действует. И просто есть, как бы, разные виды деятельностей. И, ну, человек всегда, он, понимаете, он не просто собой означает, вот, допустим, женщина, она сама собой будет, если она будет всем служить, обо всех заботиться. А мужчина будет самим собой, если у него будет какая-то миссия, он будет какую-то цель в жизни иметь. Понимаете, вот, допустим, у меня есть какая-то цель, я читаю лекции, мне говорят, ты шарлатан, там, ты, там, ну, вредишь людям, допустим, да, мне так говорят. Как мне быть самим собой в этом случае? Я просто, ну, смотрю на людей, которые приходят на лекции, спрашиваю их, я вам врежу, как бы, кому я навредил, поднимите руку, кто знает того, кому я навредил. Люди говорят, ну, это все просто сплетничают, пишут, а на самом деле, вот, нам вы помогли, нам помогли, нам помогли. Ну, то есть, я вижу, что кто-то будет недоволен, конечно, а кто-то будет доволен. Ну, то есть, если я иду вперед, вот, мужчине, как быть самим собой, если я иду вперед, и Бог мной доволен, я чувствую, что все классно, я делаю доброе дело, я тогда становлюсь самим собой. То есть, кто бы мне что ни сказал, я знаю, что все нормально, это просто издержки. Вот, а женщина, когда она заботится обо всех, служит, ей, допустим, говорят, да ты, как бы, плохо заботишься, она идет к тем, кому заботится, скажет, ну, как вы считаете, как бы, может быть, что-то исправить мне, как вам лучше служить, заботиться, как о вас. И все говорят, да ты хорошая, ты молодец, и все, вот так можно быть самим собой, понимаете. Некоторые люди, они хотят развить в себе самооценку, понимаете, нет никакой самооценки. Человек оценивает только совесть его, вот он сделал хорошее, доброе дело, совесть сказал, молодец, сердце спокойно. Вот, и человека также оценивают люди окружающие. Вот если люди говорят, молодец, все правильно ты делаешь, и сердце, совесть тебе подсказывает, что ты правильным путем идешь, вот тогда у тебя и будет правильная самооценка, понимаете. То есть, ты будешь чувствовать себя хорошо, но если ты пытаешься что-то внушать, самим собой быть, как из себя, что-то самого себя перестроишь. Понимаете, когда человек становится самим собой, когда он сильный, вот допустим по рынку идешь, допустим собачку решил купить, смотришь такая, собачка такая вся зачуханная такая, несчастная такая, понимаете, она просто больная, болеет, вот. И она вроде бы никак не сама в себе такая, думаешь, не буду такую собачку покупать, она зачуханная. Потом идешь, смотришь такая пушистенькая, так крепкая, смотрит на тебя такая, такая довольная такая собачка. Она, и ты думаешь, о, она само собой такая, она выглядит как, ну, она сама себя уважает, как бы. На самом деле просто собачка здоровая, то есть она просто вот здоровая, хорошо, она нормально себя чувствует, понимаете. Станьте просто нормальным человеком, начните делать добрые дела, и будете, как бы, чувствовать себя хорошо, и будете самим собой. То есть начните жить правильно просто, и все, служить людям, развивать себя, молиться, и будьте самим собой. Не надо из себя ничего выкручивать, понимаете. Не надо из себя ничего корчить, делать, кому-то подражать. Все само собой произойдет хорошо в сердце, если вы развиваете. А как девушкам выбирать мужа, если выбирать-то не из кого? А сейчас и мужикам тоже не из кого выбирать, понимаете. Женщину красит характер. Сейчас с хорошим характером девушек почти нет, все с плохим. Вот. А мужчина красит его, как бы, способность побеждать судьбу. И сейчас почти никто из мужчин судьбу не побеждает. У всех вредные привычки, у всех куча там женщин всяких и так далее. Вы понимаете, вот проблема заключается в том, что люди думают, что у них есть какой-то выбор. Вы просто начните менять себя. Вот ведь в древней культуре ведической девочки с пяти лет начинали совершать аскезы для того, чтобы, ну, себе Бог дал хорошего мужа. Понимаете, никто никого ничего не искал. Просто вы начните работать над собой. И придет время, и Бог вам даст хорошего мужа. Все равно хороших мужиков завались, понимаете, у Бога. Бог дает человека. То есть, вот вы работаете над собой, найдется и парень, который работает над собой. Если парень работает над собой, найдется девушка, которая работает над собой. Понимаете? Ну, то есть, не надо беспокоиться на этот счет. Надо просто развивать себя. И тогда найдется хороший человек. Потому что всегда люди тянутся друг к другу по качествам. Понимаете? То есть, если качество хорошее, то, значит, и притянется такой же человек. А когда вы будете в Нур-Султане? В Нур-Султане вообще очень скоро. Вы зайдите на сайт torsnov.ru, объявление откройте и увидите, что расписание, да, что, по-моему, 20 августа, я уже буду в Нур-Султане, где-то буквально через несколько дней. И Алматы, да, потом будет Алматы, потом будет Пешкек, потом будет Ташкент, потом будет Тель-Авив, потом Москва. Это ваша сторона сентября? Да, поэтому все. Есть сайт torsnov.ru, заходите на него. Там прямо есть большие буквы торсунов. Прямо надо сжимать на торсунов, и там расписание мое. Да, если вы хотите больше мне вопросов задать, то тогда опять это рекламная пауза. У меня после каждой лекции на фестивале благость по полтора часа общения с людьми. Люди меня окружают, и мы с ними общаемся о жизни. Ну, то есть лекция идет два часа, потом полтора часа еще общения с людьми. То есть все люди, которые хотят мне задать вопросы, они лично получают ответы от меня на фестивале благость. Поэтому просто, и еще хочу сказать, особенно для европейцев, смешные цены просто на фестивале благость. Две недели, хорошая трехзвездочная гостиница, питание просто на убой, когда хочешь ешь, в любое время приходи. Вот, пища просто шикарная, лекции с утра до вечера, там танцы вечером, концерты, спектакли утром, йога там, и цигун, и ушу там, и что хочешь. В общем, все 33 удовольствия, и все это, там, по-моему, сколько, 40 тысяч рублей, да? 40 тысяч рублей в Анапе за две недели. Если бы вы видели такую возможность отдохнуть, понимаете, человеку две недели быть на курорте и потратить всего 40 тысяч рублей. Вот, а у нас при этом, это не просто посидеть там, позагорать на пляже, а у нас просто шикарнейший отдых. Вот, а в Европе это вообще, ну, просто представьте, там, за 500 евро вы там шикарнейший отдых получаете на курорте две недели. Это копейки вообще. Да, вот во всех вопросах, когда вы не можете найти, допустим, где фестиваль, по книгам, как книгу заказать можно, кстати, тоже вот люди не знают, как в разные точки страны получить мои книги. Прямо вот сюда, вот в инстаграм пишите мне, и я вам все пришлю, все ссылки, все узнаете. Мужчина на 20 лет старше, чувствует у него развитие, мне 20, ему 40, стоит ли с ним создавать отношения? Не знаю, не знаю, это очень, разница больше 14 лет по ведам считается опасной и всегда очень индивидуально. Бывает и 25 лет хорошая семья, разница, бывает женщина много старше, хорошая семья. Да, но когда большая разница, всегда это все очень индивидуально. Поэтому приезжайте на фестиваль благость, и я вам все расскажу. Покажете фотографию человека. Сейчас истекает, надо сейчас прощаться, желать счастья и благодарить. Да, я хочу вам пожелать всем счастья, у нас, к сожалению, вот мне говорит мой помощник Артем, что время заканчивается. Я хочу его поблагодарить за то, что он организовал мне эту встречу с вами, а также всех вас поблагодарить за то, что вы поучаствовали в этой встрече. До новых встреч, если вы хотите еще мне задать вопрос, то вот в тех городах, в которые я в ближайшее время буду, можете, если вы там рядышком, приезжайте, спросите. А если нет, то приезжайте к нам на фестиваль. Я желаю вам всем счастья. Субтитры создавал DimaTorzok